Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Ольги Алексеева. Развитие малых форм хозяйствования является одной из приоритетных стратегических задач Министерства сельского хозяйства страны. Фермерство способствует не только развитию агропромышленного комплекса, решению вопросов национальной продовольственной безопасности, но и устойчивому развитию сельских территорий, созданию дополнительных рабочих мест. Министерство «Чувашия» разработано региональный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Какую поддержку предусматривает региональный проект? Региональный проект у нас предусматривает различные виды государственной поддержки. Фактически у нас поддержка осуществляется с 2012 года. Осуществляется предоставление грантовой поддержки и различным категориям крестьянско-фермерских хозяйств, скажем так. Значит, изначально у нас предоставляется грантовая поддержка по программе «Агро Стартап». Эта грантовая поддержка у нас осуществляется совершенно недавно. В последующем те, кто получил грантовую поддержку по данной программе, может у нас также участвовать в различных других грантовых поддержках, как семейные фермы, как начинающие фермы. В последующем, когда уже глава крестьянско-фермерского хозяйства у нас набирается сил и уже имеет возможность объединить к себе другие крестьянско-фермерские хозяйства, у нас зачастую создаются средохозяйственные потребительские кооперативы, которые объединяют усилия и силы нескольких фермеров, которые в последующем достигают уже более глобальные, более обширные цели. Фактически, предоставление самой грантовой поддержки у нас способствует достижению нескольких целей. Это, во-первых, вовлекается в оборот земельные участки, которые не востребованы на сегодняшний день. Во-вторых, создаются новые рабочие места. В-третьих, данные фермеры начинают отчислять дополнительные налоги и сборы бюджеты. К 2024 году мы попытаемся вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства по нашу отрасль не менее 1197 человек. Это уже и каждый из них уже фактически привлекает к себе дополнительно наемных работников и встает в новые рабочие места. Какие ошибки допускают фермеры при подаче документов на конкурсную комиссию? В 2020 году у нас практически завершена грантовая поддержка. Буквально завтра состоится последний конкурс и будут распределены последние грантовые поддержки семейным фермерам. Конкурсная комиссия, которая рассматривает заявки на получение грантовой поддержки, фактически из года в год сталкивается с одними и теми же ошибками. Во-первых, очень большая невнимательность со стороны фермера, фермера, который предоставляет документы на получение грантовой поддержки, невнимательно читает требования. Во-первых, могут быть приложены не все документы, которые предусмотрены перечнем. Во-вторых, есть такое условие, что фермер не должен иметь задолженности по налогам и сборам на определенную дату. В случае, если такая задолженность имеется, то он имеет право предоставить нам платежные документы. Но вместе с тем предоставляется любой другой документ, но только не платежные документы, что уже является основанием для отказа в допуске для участия в конкурсе. Поэтому очень внимательно необходимо отнестись к тем документам, которые они предоставляют. Кроме того, одним из важных документов, который предоставляется на получение грантовой поддержки, это у нас бизнес-план. Зачастую, когда фермер приходит и должен фактически защитить тот бизнес-план на конкурсной комиссии, значит, подтвердить те суммы, которые он же нам заявляет, получается так, что цифры могут быть завышены, недостижимы им, скажем так. Зачастую фермеры, которые обращаются для того, чтобы им помогли по составлению этих бизнес-планов, могут не вчитываться в них и в последующем затрудняются даже сказать, что и подразумевалось под теми или иными цифрами. И такое бывает. На какие цели направляют грант фермеры и как оценить освоение бюджетных средств? Зачастую фермеры, получившие грант, направляют средства на покупку крупного рогатого скота, на строительство животноводческих комплексов, ферму, скажем так, на покупку оборудования, на покупку техники, которая обязательно востребована и необходима для достижения тех показателей, которые они планируют достигнуть в течение пяти лет после получения гранта. Это вот большинство направляют на эти цели. А как оцените освоение бюджетных средств? После того, как фермер у нас стал победителем и может рассчитывать на определенную сумму при получении гранта, он открывает лицевой счет в органах федерального казначейства и в последующем денежные средства гранта поступают туда. Для того, чтобы эти денежные средства использовать, фермер должен в том числе и вложить свои собственные средства. Предоставляет соответствующий пакет документов, подтверждающий, что он вложил в свою долю денежных средств. И после этого осуществляется перечисление с лицевого счета данного фермера на подрядные организации, либо поставщику, с которым заключен договор. А могут ли повторно фермеры получить грант? Не по всем направлениям они могут. Возможно, получение повторно... Во-первых, у нас предусмотрен социальный лифт. Если он получил по программе агро-стартап, в последующем он его использовал, он уже имеет право получить как семейные фермы. В последующем уже после того, как они объединяются, фермеры объединяются и создают уже юридическое лицо, как сельскохозяйственный потребительский кооператив, после этого уже кооператив может также рассчитывать на получение грантовой поддержки, но уже в более серьезных объемах. Большая сумма, скажем так. Какая работа ведется Мессихозом Чуваша с получателями грантовой поддержки? Во-первых, мы ведем разъяснительную работу. В части того, как необходимо использовать денежные средства грантовой поддержки. В последующем, как необходимо отчитываться по их использованию. Кроме того, мы в обязательном порядке разъясняем им о том, что обязательно грант должен быть использован только на те цели, которые указаны в бизнес-плане. Зачастую мы тоже сталкиваемся с теми ситуациями, когда могут быть приложены, скажем так, не совсем правильные договора, в последующем, естественно, которые влекут за собой определенные последствия. Поэтому каждый раз мы объясняем о том, что каждый фермер несет персональную ответственность за те документы, которые представляют как отчет об использовании средств гранта. Была поставлена задача перед крестьянско-фермерским хозяйствами через кооперативы налаживать перерабатывающие производства в Чуваш. Каким образом задача реализуется? Во-первых, грантовая поддержка сельскохозяйцем и потребительским кооперативом была более объемная, скажем так, чем обычно. Очень серьезные кооперативы участвуют у нас в грантовой поддержке. Фермеры, которые уже не один год работают, они объединяются в эти кооперативы и, соответственно, уже при получении грантовой поддержки уже ставятся другие цели. Они строят большие перерабатывающие заводы, покупают более серьезное оборудование. И у них уже есть определенный рынок сбыта. То есть у них уже следующий этап после просто фермера, индивидуального предпринимателя, уже следующий этап выходит на более серьезный рынок. И это у нас потихонечку-потихонечку достигается. Какие итоги реализации грантовой поддержки по традиционным формам хозяйствования, по крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозпотребкооперативам? Всего за 9 лет грантовой поддержки у нас воспользовались 447 главы КФХ, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2020 году мы предоставили грантовую поддержку 44 главе КФХ и СПОКО. Основные социальные результаты, которые мы достигли на сегодняшний день, это то, что было создано 932 новых рабочих мест. Кроме того, заработная плата тех наемных работников, которые работают у глав КФХ, она, во-первых, гарантирована и не ниже средней по отрасли в регионе. А у нас она не маленькая, скажем так, по сравнению с другими регионами КФО. Также выручка по этим фермерским хозяйствам возросла в 28 раз. Площадь обрабатываемой фермерами земель выросла в более чем 9 раз. И поголовье крупного рогатого скота выросло в 11 раз. То есть это уже есть показатели того, каким образом грантовая поддержка влияет на данную отрасль. Спасибо, Инна Ильичлавовна, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». У нас в гостях была Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok